Янина Флейм спрашивает. Вот и все. Все же очень просто. Можете в десяти длинных юбках идти в чадре, но от этого ничего не меняется. А вы можете идти в абсолютной мини, вот на таких шпильке, максимально вызывающей декольте, топ, все что угодно, или в купальнике. Но если вы людям зла не желаете, есть очень хороший шанс, что и они вас не тронут, еще и проводят. По одной простой причине. Потому что гопники очень хорошо чувствуют запах жертв и запах агрессии. Это с парнями всегда происходит. Вот в старые добрые времена это все знали. До того, как ты служил в армии, тебя гопники останавливали. После того, как ты отслужил в армии обычно, тебя перестали, переставали трогать гопники. По одной простой причине. Потому что, не потому что ты стал в армии суперкаратистом и готов один разбросать кучу гопников, нет. Потому что ты перестал бояться физического конфликта. И очень многие вот эти подростковые, кто кого боится, кто кого старше, порешал, и тебя это не колышет, у тебя это не резонирует, они тебя спокойно пропускают, потому что на тебе нет запаха жертвы или запаха агрессора, которого хочется подавить, разобраться и так далее. Потому что они сами такие. Они сами жертвы и агрессоры и ищут подобие в других людях. А когда ты равнодушен к этой теме и просто идешь домой, им неинтересно, невкусно. Волки не чувствуют запаха жертвы. Понимаете, да? Все. Весь секрет. А длина юбки к этому не имеет никакого отношения. Волки не чувствуют запаха жертвы. Продолжение следует...